В эфире телеканал ЭТОН-ТВ, программа «Тема дня». В студии ведущий Александр Гурарье. Мы продолжаем выпуск и переносимся из Киева в Донецк. На связи с нашей студией из Донецка журналист Рамиль Замдыханов. Рамиль, добрый вечер, здравствуйте. Здравствуйте. Мы беседовали с политологом из Киева Валентином Гайдаем. В частности, я ему задал вопрос по поводу обострения ситуации на Донбассе, по поводу выступления Кравчука, который ненароком погрозил пальчиком, что если не начнете серьезные разговоры и переговоры, то мы начнем решительно действовать. Скажите, я знаю, что был на днях, вчера, по-моему, если не ошибаюсь, ракетный обстрел Донецка, и были разрушения, но, по-моему, не было пострадавших, что уже само по себе является счастьем. Ощущаете ли вы какое-то обострение, нагнетание обстановки? Чувствуется ли в Донбассе повышенная напряженность? Совершенно верно. Вы фиксируете, действительно чувствую и усиление эскалации, нагнетание, напряженность, тревожность разливаются по городу, напоминает ситуацию, ну, скажем так, 15-й год, наверное, так по ощущениям. Ракетного обстрела Донецка, ну, по крайней мере, центра или там густонаселенных кварталов не было, к счастью. Прилетел боезаряд на окраину города, там поселок, по-моему, называется Престанционный, что-то такое, и попал снаряд в дом. Ну, тоже нехорошо, вообще говоря, таким вот образом. Да, то есть эскалация нарастает, причем мы же помним, что в прошлом году было заключено перемирие, которое длилось худо-бедно вот около года, безусловно, и там были досадные срывы, но и та и другая сторона понимали, что срывы такие спорадические и неизбежные, наверное, в случае, когда две большие военные группировки сосредоточены вокруг линии разграничения. А сейчас, ну, похоже, по крайней мере, ощущение, что ситуация скатывается к полномасштабному вооруженному конфликту, произойдет он либо нет, большой вопрос. Надеюсь, что все-таки нет, но движение в эту сторону явное. Скажите, вот Валентин Гайдай предположил, что вот это обострение, оно в какой-то степени объясняется, как он это назвал, своеобразной ответкой Москвы на закрытие телеканалов, которые принадлежат, как он выразился, куму Путина, вот, и что это как бы является такой вот небольшими ответными действиями. Что вы по этому поводу думаете? Ну, да, действительно, Украина не упоминает Медведчука иначе, как кума Путина, у них такой ярлык, что ли, приклеен. Не думаю, я чисто... Я не совсем понимаю, что имеется в виду, как он может быть его кумом, но это как бы ладно. Там, кажется, похожая родственная связь есть, но на Украине никогда ее не забывают упоминать. Так вот, не думаю яче сказать, что подобная эскалация вызвана закрытием трех телеканалов, ну, мне кажется, повод не тот, потому что каналы закрыли-закрыли, а главное, что их точно после этой эскалации не откроют, потому что там совершенно без вариантов и похоже, что Украина действительно решила закрутить, так сказать, гайки на оппозиционном или, как они называют, пророссийском поле. Хотя пророссийскими эти каналы я бы назвал с большой натяжкой, потому что то, как они комментировали ситуацию на Донбассе и чью сторону объективно занимали, это была точно проукраинская оппозиция, никак не пророссийская и уж тем более не продонбассская. На самом деле, в версии, объясняющих, почему происходит подобное напряжение, бесконечное количество, допустим, здесь трактуют, ну, во-первых, здесь трактуют, что эта эскалация вызвана, инициирована не Россией, а Украиной, и увязывают с окончанием строительства Северного потока-2, и, дескать, вот эта вот эскалация в конечном итоге может привести к какому-то вооруженному конфликту, который так или иначе либо затормозит, либо отменит вообще строительство. И вот в эту логику укладывают все происходящее. Разумеется, Украина будет трактовать иначе, подвязывая давление на средства массовой информации, принадлежащие или аффилированные с Медведчуком. Не знаю, мне, честно сказать, версия, ну, скажем так, с энергоносителями кажется более состоятельной, но потому что все-таки ставки выше телеканала, это не очень серьезный ресурс. То есть, вы хотите сказать, что Украина использует, как бы, такую дубинку, Донбасса для того, чтобы спровоцировать обострение конфликта, потом сказать Евросоюзу, что вот смотрите, видите, что творится. Поэтому, тем более, надо более серьезно подходить к решению о Северном потоке-2. То есть, это как бы бросить еще Бросить еще лопату угля в топку, да? Я бы не хотел оставить свою подпись под этой версией, просто она, мне кажется, более, так сказать, состоятельной. Ну, вот таким вот образом. Скажите, а как вообще вот почти год действует вот это соглашение, да, о прекращении огня? То есть, ну, как бы, огонь прекращен не до конца, это все понимают. Все равно возникают определенные, так сказать, вспышки. Но в целом, как бы, ну, не дай бог, погибших становится, стало меньше, как бы, раненых стало меньше. То есть, какой-то успех все-таки достигнут. Как сейчас идет жизнь на Донбассе? То есть, что происходит? Что происходит с коронавирусом? То есть, вообще какой-то вот, я, по крайней мере, не видел никакой информации о ситуации с коронавирусом на Донбассе. Ну, во-первых, об этом прекращении огня, которое почти год длилось, вы знаете, оно было довольно вдохновляющим. Потому что, действительно, тяжелое вооружение не принимало участия в обстрелах ни с одной, ни с другой стороны. Вот таких серьезных боеслогновений с захватами там серых зон, с выдавливаниями серых зон, существенных, значимых, их, по большому счету, не было. Да, безусловно, время от времени работало стрелковое вооружение, где-то там снайпер убивал противника. Не без того, повторюсь, когда две вооруженные группировки стоят лицом к лицу, и на некоторых участках их разделяют там 200-300 метров, это, к сожалению, неизбежно. Но, тем не менее, вот той напряженности, которая была до того, и которая время от времени срывалась в какие-то там работу мощных минометов, либо там ствольной артиллерии, этого не было. И, честно сказать, позволяло надеяться, что действительно серьезный военный конфликт, он в состоянии, его в состоянии отменить, затормозить обе стороны, они им управляют. И теперь, после какого-то фазы остывания, когда общество придет в более-менее спокойное состояние, по ту и другую сторону линии разграничения, можно переходить к каким-то политическим переговорам, которые неизбежно сопряжены с торгами. Но, наверное, не очень хорошо торговаться, когда и по ту, и другую сторону общество радикализировано и требует войну до победного конца. Вот здесь этого не было, и позволяло надеяться на какой-то прогресс в мирном политическом решении. Но нет, этот процесс слишком затянулся, в ожидании этого политического решения его не было, не было, не было. И многие предрекали, что слишком долгое стояние на месте безрезультатно, оно в конце концов закончится очередным витком военного противостояния. Вот эти прогнозы совершенно несложные, не оправдались. Что касается коронавирусной ситуации, ну, мне кажется, она в Донбассе подконтрольная, по крайней мере, по тем ощущениям, по тем наблюдениям, которые вокруг меня, то есть ситуации, которая вокруг меня. Безусловно, коронавирус здесь существует, люди заболевают, некоторые, к сожалению, покидают наш мир. Но, тем не менее, ситуация, ну, по крайней мере, она, с моей точки зрения, я не вижу какой-то паники или, ну, совсем уж такой, знаете, эпидемии, которая неконтролируема и вызывает в население страх. Есть ограничения, то есть есть обязательное ношение масок, есть ли ограничения по собраниям, там, по количеству людей в помещениях? Безусловно, есть ограничения и обязательное ношение масок. Вот я только что вернулся из супермаркета, и кассир просил некоторых посетителей, так сказать, надеть маску, потому что отношение к этому, ну, сознательное, а у некоторых не сознательное, либо не надевают, либо носят, ну, совершенно для проформы, что называется, опустив на подбородок. Правда, таких немного. И кассиры их призывают быть дисциплинированнее. Проходит культурно-массовые мероприятия, то в театрах и так далее, рассадка через кресло, то есть зал заполняется наполовину, по крайней мере, на тех, на которых я присутствовал, опять-таки, просят соблюдать масочный режим. Ну, такие вот очевидные для общества меры. Они не пугающие, здесь нет привязки по каким-то QR-кодам, что нельзя отдаляться от здания, от места проживания на какие-то метры, как это было в начале эпидемии в других городах. Здесь такого не было вообще никогда в Донбассе. Ну, и сейчас ситуация в целом спокойная. Да, люди отдают себе отчет в том, что коронавирус существует, ну, где-то присутствует, но паники он точно не вызывает. А что с вакцинацией? Вакцина дошла до вас какая-то? Вакцина дошла. По моим сведениям, сейчас вакцинируется население, которое, или должно вакцинироваться население, которое, ну, что ли, стоит, скажем так, на переднем крае либо борьбы с болезнью, либо контактирует с большим количеством населения. И речь идет о медиках и учителях. То есть, все-таки вакцинация идет. Это уже как бы вселяет оптимизм. Рамиль, скажите, а каково вообще вот ваше ощущение, вот ваше личное ощущение? Можно ли ожидать в ближайшее время каких-то сдвигов, к лучшему? То есть, ну, вот мы видим, что в Украине сейчас идет тоже процесс там, и смена, так сказать, уходит некоторые, отстраняют от президента некоторых олигархов. Мы как раз говорили о внесении в санкционный список американцами Коломойского. Коломойского. Да, то есть, есть ли у вас надежда, что произойдет какое-то изменение, и все-таки процесс сдвинется с мертвой точки? Потому что в таком состоянии, вы совершенно правильно сказали, когда две армии стоят друг перед другом, как их не называют, там, ополчение или армия, да, то они не могут долго стоять и вообще ничего не делать. То есть, рано или поздно это кончится войной. Это, к сожалению, история этому учит. Такого, так сказать, долго это терпеть невозможно. Что делать? Что можно сделать в данной ситуации, на ваш взгляд? Вы абсолютно правы. Антон Павлович Чехов говорил, что одно ружье, висящее на сцене, обязательно стреляют, а тут тысячи ружья, орудия, система залпового огня и так далее. Безусловно, если ситуация не будет находить политического решения, оно получит военное решение, и тут, что называется, третьего не дано. Что же касается моих предчувствий, повторюсь, я был в определенной степени вдохновлен тем, что происходило вот это время, до того, как это перемирие стало скатываться в эскалацию вооруженного конфликта, повторюсь, потому что ситуация как бы свидетельствовала, что обе стороны в принципе управляют своими вооруженными силами, они в состоянии находиться в таком относительно инертном состоянии по отношению друг к другу. Но определенное время. Безусловно, да. Но вот то, что происходит сейчас, возможно, я буду субъективен, но мне довольно сложно сохранять стопроцентную объективность, потому что снаряды, которые летят в меня, они все-таки летят со стороны Украины. Вот тут приходится признать. Так вот, возможно, я буду субъективен, но то, что происходит на Украине в последнее время, честно сказать, меняет мое воодушевление, настороженность и даже пессимизм. Потому что я бы тут сейчас говорил не только о военном конфликте, который здесь начнется, либо к сторону приходит. Я, в принципе, говорю о той ситуации, которая с моей точки зрения сейчас разворачивается на Украине, да, это закрытие абсолютно во внесудебном порядке, что характерно, трех телеканалов, которые, как говорят, афилированы с Медведчуком. Давление на русский язык, мы же видим, что действительно вытесняется он из сферы бытового обслуживания, ходят так называемые мовные инспекторы и так далее. причем обыватели говорят, что, дескать, нам никто не запрещает, с одной стороны, говорят о том, что нам никто не запрещает говорить на русском языке в быту, с другой стороны, мы видим, что, по крайней мере, из каких-то более-менее поддающихся регламентации сфер, и там, где это возможно регулировать, он вытесняется, причем вытесняется на таком законодательном уровне. И в целом, как мне кажется, по моим ощущениям, вот какой-то градус такого неприятия Донбасса, он постепенно возвращается вот к тем самым показателям 2014-2015 годов. Я просто фиксировал, что в какой-то период украинское общество привыкло к тому, что смирилось с тем, что вот есть Донбасс, который уже не Украина, либо не совсем Украина, каждый волен трактовать как ему угодно, и они жили с этим ощущением, в принципе, за исключением некоторых особо горячих голов, либо людей просто исповедующих, либо профессионально занимающихся отстаиванием этой позиции, в целом общество как-то смирилось. Сейчас идет возгонка этого градуса неприятия отторжения Донбасса, вот это настораживает даже сильнее, чем какие-то обстрелы, потому что мы же понимаем, что начало войны не может произойти без подготовки общественного мнения, вот это просто что называется азбука, но сначала общество нужно возбудить и объяснить ему, что да, действительно нам нужно провести последний решительный бой, я извиняюсь за цитирование туверенционного гимна, и потом, ну это такие прогнозы пессимистические, я за то, чтобы они не оправдались, я сто раз ошибся, я посыплю голову пепла, но пока так. Рамиль, большое спасибо, что нашли время побеседовать с нами, я тоже очень надеюсь, что эти прогнозы не оправдаются, но, к сожалению, выглядят они очень и очень реалистично, я напоминаю, дорогие друзья, что мы беседовали с журналистом из Донецка Рамилем Замдыхановым, а наша программа подошла к концу, всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин